Уважаемые друзья в социальных сетях, приглашаю в свою скромную студию Арктили в Ютубе. Вашему вниманию, еврейские погромы в Амстердаме после футбольного матча между Маккаби-Тель-Авив и местным Аяксом. Смотрите, слушайте. Здесь и сейчас. В Амстердаме усилили охрану еврейских учреждений и запретили проводить в ближайшие выходные демонстрации. Это стало реакцией властей города на погромы, которые произошли в ночь с четверга на пятницу. Футбольные фанаты клуба Маккаби-Тель-Авив, прилетевшие на матч с нидерландской командой Аякс, подверглись массовым нападениям со стороны пропалестинских активистов. Пять человек было госпитализировано, а мэр города Фемки-Халсима заявил о введении в городе чрезвычайного положения и усилении полицейских патрулей на улицах. Александра Шведченко продолжит эту тему. Мы находимся в центре Амстердама. За моей спиной центральный вокзал. Сегодня ночью пропалестинские активисты устроили здесь и в других частях города еврейский погром. Преследовали и избивали фанатов израильского футбольного клуба Маккаби-Тель-Авив. Футбольный матч Маккаби-Аякс состоялся в четверг вечером, но волнения начались раньше. По данным нидерландских СМИ, в среду в сети появилось видео, где некий человек снимает вывешенный на улице флаг палестинской автономии. Данных о том, кто именно это сделал, пока нет. Поддержать Маккаби из Израиля приехало более 2600 человек. Пропалестинские активисты пытались прорваться к стадиону, скандируя лозунг «Свободу Палестине». А на площади Дам в центре Амстердама собрались фанаты клуба Маккаби-Тель-Авив. Пропалестинские активисты пришли и туда. По всему центру города начались стычки. Как рассказали фанаты клуба Маккаби, к ним начали приставать палестинцы и лезть в драку. Они кричали на нас, нападали на нас и выкрикивали «Свободу Палестине!» Там была полиция, и она приказала нам быстро добраться до гостиницы. В итоге нам пришлось бежать. После окончания матча тех израильских фанатов, которые присутствовали на стадионе, полиция сопровождала до отелей. Тем, кто оказался на улице, повезло меньше. Я сам был на стадионе. Между командами Аякс и Маккаби-Тель-Авив всегда отношения были очень хорошими. Было очень много болельщиков Маккаби. Я подарил билеты моему кузену. Он очень ждал этого приезда в Нидерланды и был счастлив присутствовать на игре. Атмосфера была отличная. Было видно усиление охраны. Перед и во время матча все было хорошо. Аякс выиграл 5-0. И после игры, как мне казалось, все были счастливы. По дороге домой я услышал радио и не мог поверить своим ушам. В итоге пострадало пятеро человек. На данный момент все они уже выписаны из больницы. Полицейские задержали 62 участника погромов. Это было то, чего никто из нас не ожидал. Мы очень беспокоились, когда увидели первые кадры беззащитных фанатов. Наших фанатов, которые прыгали в реки, чтобы спастись. Многие из нас работали в профессиональном футболе всю свою жизнь. И никто не видел ничего подобного. Я просто так, честно, просто так счастлив и так благодарен, что в этот момент времени мы верим, что все в безопасности, все выписались из больницы. И мы все будем намного счастливее, когда все вернутся в Израиль. Израильские СМИ сообщают, что власти Нидерландов были неоднократно предупреждены о готовящихся погромах. Однако предотвратить их полиция Амстердама не сумела. Подважив полиции. Несмотря на максимальные усилия по подготовке, предпринятой нами как полиции, и понимание того, что международная напряженность может спровоцировать насилие, я потрясен тем, что произошло вчера вечером. Я потрясен тем фактом, что одно из крупнейших подразделений полиции Амстердама не смогло предотвратить это насилие. Я слышал о том, что было 800 полисменов. 800! Это много для футбольного матча. Говорят, мэр должен был поставить больше охраны. Но это что же, вызывать армию на футбол? Или запрещать матчи? Кто бы мог подумать, что таксисты начнут нападать на своих пассажиров? Что болельщиков начнут выискивать и преследовать? Возможно, это можно было как-то предвидеть. Но то, что произошло, абсолютно невероятно. Поэтому я не виню мэра. Я виню людей, которые это сделали. Негодяи и антисемиты, которых необходимо посадить в тюрьму. Еще в начале октября издание «Телеграф» писало, что некоторые сотрудники полиции Нидерландов отказываются охранять еврейские мероприятия и здания, например, музей Холокоста, из-за моральных возражений. Им разрешают из-за этого менять графики работы. Израиль направил в Нидерланды самолет для помощи пострадавшим гражданам. Мы завершаем последние приготовления перед вылетом на спасательном рейсе авиакомпании «Эль-Аль» из Амстердама в Израиль. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху попросил власти Нидерландов обеспечить безопасность израильским гражданам. Премьер-министр Нидерландов Дикс Хофф назвал произошедшее событие актом антисемитизма. То, что произошло вчера вечером в Амстердаме и те кадры и сообщения, которые мы видели оттуда, являются просто возмутительными. Я думаю, что необходимо сделать все возможное, чтобы выследить и привлечь к ответственности виновных. Это просто антисемитское насилие против израильтян. Это происходит в 2024 году. Это выходит за всякие рамки. Пропалестинские активисты проводят организованные митинги в центре Амстердама ежедневно. Сегодняшний день исключением не стал. Вот площадь Дам. Днем здесь собрались люди с палестинскими флагами, несмотря на то, что мэр Амстердама заявила о запрете демонстрации. Здесь и сейчас. Уважаемые друзья в социальных сетях, вы все видели, слышали. С моей стороны, как говорится, комментарии излишни. А просьба о модных лайках, думаю, ее не будет. Вместо этого лайки на ваше усмотрение. А вот пожелание от всей души – делитесь этим видео. И где бы вы ни находились, по обе стороны океана, рассказывайте об этом видео, показывайте его. И в странах, различных странах Европы и Америки, делитесь с друзьями, близкими, родными, переводите им на их язык. Если вы в Германии, пусть это увидят немцы. Если вы в Канаде, показывайте канадцам, американцам, израильтянам. Одним словом, люди, если вы люди неравнодушные, это недокументальные кадры, как я уже говорил в своем первом сегодняшнем видео, времен Второй мировой войны. Это сегодняшний день 21 века, 8 ноября 2024 года. Искренне ваш, Дэви Аркадьев, из Филадельфии. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»